Вам благодарность, вам здоровья, удачи, главное здоровья. Спасибо большое. И чтобы внуки и правнуки помогали. Спасибо. Пенсионеры Надежда и Виктор Дианова отдают Иркутскому художественному музею антикварную книгу «Уганский Хильгартен идиллии». Это первый литературный труд молодого автора Николая Гоголя, опубликованный под псевдонимом «Алов». После резких рецензий в московском телеграфии «Северной пчеле» Гоголь бросил рукопись в печь. Экземпляров прижизненного издания сохранилось очень мало, они относятся к числу самых дорогих и редких антикварных книг. Этот же том был отпечатан в 1902 году в Санкт-Петербурге в типографии известного издателя и просветителя Адольфа Маркса. И тем не менее, книга – культурное достояние. Книга отправится на реставрацию, верхнюю обложку приведут в порядок. Книга отправится в фонд редких книг в библиотеку музея. Этот редкий фонд составляет более 500 книг. Книги уникальны, начало, середина 19-го века, начало 20-го века. Конечно, семья сможет прийти в любой момент, посетить библиотеку, увидеть ту самую коллекцию. Эти кадры сняты нашей телекомпанией месяц назад. Надежда Николаевна и Виктор Терентьевич обратились в редакцию новостей АЭСТа с просьбой помочь им оценить находку, сделанную в домашней библиотеке. Мы привлекли экспертов, которые дали свое заключение. После того, как материал вышел в эфире АЭСТа, книги ее владельцам проявили интерес частная коллекционера. К владельцам Ганса Кюхельгартена начали обращаться с просьбами продать книгу, но они сделали другой выбор. Когда Диановы еще совсем молодыми переехали в Иркутск, одним из мест, благодаря которым они этот город полюбили и стали считать родным, был художественный музей. В молодости мы посещали его. И хотим, чтобы наши правнуки посещали его в дальнейшем. Внуки, дети тоже будут ходить. И какой-то след наш останется. В благодарность за подарок сотрудники областного художественного музея вручили Надежде Николаевне и Виктору Терентьевичу годовой абонемент, дающий право бесплатно посещать выставки, которые проводит музей. Совершать экскурсии в мир прекрасного и в свою юность. Галина Тернева, Мария Кириллова, Константин Синицын. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова